Оружие может быть и в оборонительных целях применяться, и в наступательных целях. Но если говорить о наступательных целях, то это, конечно, ракеты большой дальности, дальнобойные и так далее. Поэтому он создавался как средство обороны, как оружие ставки Верховного командования. Если в стрельбу реактивной системы залпования дальше 40 километров, очень большое рассеивание. И бессмысленно применять это изделие без каких-то мер. Второе. Если разрабатывать управляемую систему вооружения, она очень дорогая. И вот размышляя конструктора сплава во главе с Ганичем Александром Никитичем, анализируя, как создать новую эффективную систему, но массовую и не такую уж дорогую, как, скажем, известные ракеты, пришли к выводу, что надо прежде всего парировать те возмущения, которые есть на начальниках участка полета реактивных систем при выходе с боем машины. Это прежде всего колебания стволов, это сносы ветра, это температурные вопросы. И если проанализировать факты воздействия на траекторию полета на этом периоде, то надо парировать наибольшее возмущение на первых там 3-4 секундах. И возникла идея разрабатывать систему парирования возмущений на этом участке полета. При этом сохранить преимущество полета снаряда, а снаряд артиллерийский, грант, это вращающие снаряды. Число оборотов смерча доходит до 600 минут. Эта стрельба ведется с уникальной машины. В калибре 300 создать вращение, это полоски специальные, сложнейшая технология. Машина получалась. А вот чтобы парировать те отклонения, которые я говорил, возникла идея на вращающей снаряде создать автомат, который будет давать импульс отклонения влево-вправо с помощью газодинамических систем, ну, парохового аккумулятора давления. И вот представим себе, что снаряд вращается, и в это время в нужный момент подается импульс влево или вправо, который необходим для того, чтобы снаряд летел по определенной траектории. Эта траектория – направление ствола. Система строго выдерживает направление ствола. Поэтому применен так называемый двухстепенной гироскоп и создан уникальный автомат подачи импульса. Ну, а по дальности, по мере набора скорости, есть электронное вычисленное устройство, которое отсекает боевую часть, отделяет в нужный момент по набору ускорения и скорости полета, с тем, чтобы попасть по дальности. Поэтому удалось создать систему, которая в зависимости от высоты и так далее, над поверхностью моря и высоты, в три-четыре раза повышает точность по сравнению, если бы мы работали неуправляемыми ракетами. Это достижение, признанное в мире самым значимым. Его не удалось никому повторить. И вот то, что мы это сделали, это признано, поскольку некоторые страны у нас вынуждены покупать эту систему, этот принцип. Ну, а некоторые пытались сделать, так и не сделали. Они вынуждены, я бы сказал так, вынуждены реагировать. Я не могу сказать, что они копировали. Ну, например, если смотреть на линию развития МАГРС. Понятно, что это изделия с меньшими возможностями, там вес где-то 300 килограмм. Ну, логично, что с неуправляемой ракеты они перешли на управляемой. Но это и наша линия, мы тоже как бы можем заниматься. Я напомню, что у нас есть еще одна замечательная система, с которой, так сказать, это Искандер. Вот эта система, что она выстроила? Она выстроила систему оружия в России. Есть Искандер, есть Смерч, есть Ураган, Ураган-М, есть Град. И в рамках фототик-систем идет постоянное совершенствование. Поскольку за рубежом Искандера нет, то они вынуждены заниматься созданием этого комплекса на базе МЛРС. Это АТРАКС. Это система, бессонтно уступающая Искандеру. Но это некое парирование наших, так сказать, достижений в этой области. Это ответ американцев на наличие в России Искандера и Смерча. Поэтому то, что они Химмерс создали, они кое-что подсмотрели у нас. В частности, боевую машину, которую мы сделали. Они добыли где-то боевую машину, поставили с танкового шасси, ушли на колеса. Имеют возможность с одной машины запускать как МЛРС, в том числе и управляемые, так и ракеты АТРАКС. Вот, там, по-моему, две ракеты АТРАКС. Поэтому, это ход конструкторской мысли. Но поскольку у нас есть своя отечественная система Искандер, нам в этом необходимости нет. Решение по съемным системам, оно хорошее, по контейнерам тоже. Но надо еще иметь промышленность по этому вопросу. Делать контейнеры, делать их съемными и так далее. Это несколько другая структура в армии. Надо краны иметь. Надо перестраивать структуру эксплуатации таких вещей. Поэтому технических сложностей нет в создании съемных контейнеров. Второе. В экспертальном плане это сделано. Но эту стратегию, эту, так сказать, уже структуру определяет наша армия. Мы можем все. Калибр 400, потому что нашим коллегам из Китая надо иметь в виду, что догонять Искандер. Понятно. Дальше. Не скрою, что в калибре 300 мы помогали нашим китайским друзьям. Дальше. Особенность системы управления я вам сказал. У нас в Мерче две системы управления. Не потому, что я как-то говорю, вот, а еще будут там войны, так сказать, в космосе и так далее. Просто есть возможность. Система управления через ГЛОНАСС или GPS, она, конечно, проще. Но иметь весь системы управления, автономную и ГЛОНАССовскую, для нас ГЛОНАССовскую, это, конечно, более надежно. Вот. Поэтому мы остаемся в калибре 300, но и новый калибр создавать бессмысленно. Но технические возможности нашей страны по развитию топлива, взрывчатых веществ, корпусов, материалов, они очень высокие. И мы здесь в состоянии по заказу нашей армии обеспечить любые разумные дальности. В соревновательной части, так сказать, с нашими китайскими товарищами, вот, и я искренне рад, что мы помогали китайским друзьям создавать в рамках калибра 300. 400 мы не имеем отношения. Ну, вы знаете, что, во-первых, это было, так сказать, садобрение нашего правительства, это понятно. Вот. И наши китайские друзья в какой-то степени у нас чему-то учились. У них получилось. Мы рады за них. Но, как бы, у нас свое поле экспорта, у них свое. Поэтому, так сказать, мы не огорчаемся. Хотя наши китайские друзья в плане, так сказать, наступательных позиций, на внешнем рынке, но они молодцы, что можно сказать. И мы молодцы. Там два канала управления. И ГЛОНАСС, ну, и управление по курсу. Но управление через ГЛОНАСС, это, так сказать, по цене, так сказать, оптимальное, более дешевое. И поэтому я бы сказал, что для создания управляемых ракет типа «Смерча» нашему техническому сообществу надо было созреть. Вот комплексное развитие всего, так сказать, что было и того, что я говорил, и плюс возможности повышения эффективности за счет твердых топливов и так далее, оно освободило место под систему управления, снижать эффективность нельзя. Ну и вот мы, собственно говоря, достойно очень выполнили заказ Министерства обороны, который прорабатывался совместно. Время создания управляемых систем, вот оно созрело для того, чтобы их широко применять. В Соединенных Штатах прошло большое совещание по результатам выставки 1990 года, где наши американские коллеги сказали, у «Смерча» нет будущего. Их будущее России, реактивной системы взлопования, это ГРАД. Потому что ГРАД в то время стоял в десятки стран. И, наверное, русские будут продавать ГРАДы или продавать запчасти. Ну вот, наши, так сказать, коллеги в Америке ошиблись. «Смерч» стоит на вооружении 11 стран мира. Дальше. Первой страной, которая купила это, был Кувейт. Вот, в преддверии, как последствия уже войны в оборонительных целях. Безусловно, вот подчеркиваю, в оборонительных целях. Ну и так далее. И «Смерч» как бы шагает по миру. Есть заявки от ряда государств на продажу «Смерча». И за последние 2-3 года мы уже новые страны обрели. Ну а вот, чтобы не навредить рынку, я, конечно, не могу назвать эти страны. Но экспортный потенциал, конечно, есть. Беспилотник системы «Смерча», конечно, он существует. И в том числе и разрабатывается беспилотник в защиту, зашитый в корпус боевой части «Смерча». «Смерча», понятно, что это позволяет легко преодолеть линию фронта и там работать на больших, как бы, дистанциях в этом плане, поскольку, ну, беспилотник, который запускается с огневой позиции, скажем, того же «Смерча», он, конечно, понятно, сбиваемый. Сегодня мы это видим, что научили сбивать или будут сбивать и так далее. Поэтому нужны другие конструкторские решения. Конструкторское решение «Сплава» его можно назвать блестящим, куда удалось решить сложную задачу, запускать беспилотник после раскрытия боевой части «Смерча». Комплексное развитие науки, промышленности в области ракет, боеприпасов позволяет проводить дальнейшие работы по созданию, совершенствованию «Смерча» или его систем. Сегодняшний «Смерч», конечно, он будет производиться, он играет свою роль. И новые системы, так сказать, на базе «Смерча», подчеркиваю, калибр, вес и так далее, но внутри там нового, всего нового, это, конечно, делается и будет производиться, и будет делаться. Мы привязали к себя и к «Граду», и к «Смерчу», и у нас это получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА